Для больных, находящихся в отдалённых районах республики, мы проводим врачебные консультации. Прибывающие поезда очень удобны для нас. Нам до трассы 18 километров. Всё можно проверить, это очень хорошо. Алибекда Улитияров специализируется на болезнях уха, горла, носа. Отоларинголог вместе с коллегами за два месяца объехал на поезде здоровья большие и малые сёла Казахстана. У взрослых наблюдается большое количество различных хлорозаболеваний, в том числе различные воспаления, потери слуха. Также достаточно часто встречается искривление носовой перегородки. Мы наблюдаем её у 80% наших пациентов. Это также очень сильно влияет на нормальное функционирование ушей. Кажется, нет человека, который не знает, как лечиться при гриппе, насморке или заложенности уха. Обычно все лечатся дома. Например, если случается ангина, в течение трёх дней повышается температура. Но на четвёртый день самочувствие улучшается и лечение прекращается. Но именно эти простые недолеченные заболевания дают осложнение, говорит специалист. Первым фактором является травма носа. На втором месте врождённые искривления. 90% населения мира имеют такое искривление. Это кого-то беспокоит, а кого-то нет. Но у таких пациентов чаще встречаются воспалительные заболевания уха горла носа. Причём нельзя выделить какую-то одну возрастную категорию. Такие случаи встречаются даже у маленьких детей. К примеру, только за вчерашний день мы поставили диагноз гайморит двум взрослым и трём детям. Хронические лор-болезни имеют схожие симптомы. Это болезненные ощущения в ухе, насморк, кашель, неприятный запах изо рта, храп во время сна, снижение слуха и повышение температуры тела. И только специалист может поставить точный диагноз. Очень часто среди детей наблюдается увеличение носоглоточных миндалин или гипертрофия аденоидов. Они выполняют барьерную функцию и вырабатывают иммунитет. Но их гипертрофия приводит к частным простудам и другим заболеваниям. Если выявить на ранней стадии, то назначаем амбулаторное лечение. Лечение на дому, выписываем медикаменты. Прибывающие поезда очень удобны для нас. Нам до трассы 18 километров. Всё можно проверить, это очень хорошо. У нас в Елтае, конечно, есть поликлиника, но там только терапевт работает. Нет ни хирурга, ни детского врача, ни стоматолога. Сатя Напа – жительница села Ельтай, расположенного в 180 километрах от столицы. В свои 80, говорит, чувствует себя неплохо. Правда, на приём к врачу может попасть не так часто, как хотелось бы. Я прошла терапевта, хирурга, лора. На УЗИ меня посмотрели, сказали, что у меня почка не в порядке. Я прошла лечение. И вот теперь снова пришла провериться. Меня направили. У меня же все дети живут в городе. А так от соседей узнала, что к нам такой поезд здоровья едет. Позвонили, сказали, сходите, обследуйтесь. Много новых специалистов приехало. Как это удобно для наших сельских людей. Сатян Масанова уже знакома с работой специалистов поезда здоровья. В прошлый раз, после диагностики печени и почек, сельчанка получила направление на лечение в областную больницу. Я решила прийти повторно, чтобы провериться ещё раз и убедиться, что моё лечение было успешным. Мы очень благодарны, что у нас есть такая возможность попасть к нужному специалисту, обследоваться, проверить, нет ли у нас болезней. Поезд здоровья, состоящий из 9 вагонов, 29 апреля выехал со станции Алматы-2. Планируется, что за полгода его смогут посетить 60 тысяч человек, жители населённых пунктов с железнодорожной станцией. Медицинский поезд проехал восточно-казахстанскую область, Алматинскую область и Павлодарскую область. Это 47 станций. Посетили медицинский поезд порядка 6 тысяч человек. Среди них 1340 – это дети. И были проведены порядка 537 малых хирургических операций. Чаще всего диагностируем болезни лёгких. Также преобладают аллергические заболевания. Но реже встречаются желудочно-кишечные расстройства, болезни зубов у детей и неврологические заболевания. Кроме того, были впервые выявлены неуточнённые врождённые аномалии и пороки сердца. Это уже четвёртая такая поездка Миры Ажахметовой. Признаёт командировка длиной в полгода по всей стране это совсем непросто. Но врачебный долг превыше. Специалисты обеспокоены. Среди сельского населения очень много хронических заболеваний. Многие даже не подозревают, что заболели. Мы осмотрели около 2000 детей. Очень много среди них имеют различные лёгочные заболевания. Болезни верхних дыхательных путей, в частности, астму. Эта болезнь зависит от состояния окружающей среды. Её провоцирует некачественная питьевая вода и загрязнённый воздух. Но часто детям с явно астматическими симптомами ставят диагноз инфекционные болезни или бронхит. В этом-то и вся проблема. Нет точной диагностики, а значит и правильного лечения. В этой передвижной поликлинике работают 11 специалистов. Это стоматолог, невропатолог, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, педиатр, мамолог, онколог и сомнолог. Каждый из них проводит обследование в своей сфере, выявляя заболевания и отправляет пациентов в крупные клиники города. Помимо этого, врачебный десант – это и специалисты-рентгенологи, а также лаборанты, которые проводят анализы крови. У детей часто наблюдаем такие отклонения, как отставание в физическом развитии. Они обусловлены болезнями зубов, кариесами, нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта из-за неправильного питания. Кроме того, есть нейрологические патологии, которые также приводят к задержкам развития. В североказахстанской области, на юге страны, в Караганде, распространены железодефицитные анемии, заболевания желудка, дефицит витаминов, нарушения фосфорного и минерального обмена. У нее идет гипоталамическое ожирение. Понятно, да? Очень много пациентов и подавляющее большинство взрослых, люди старше 40-50 лет, имеют хронические заболевания. Много маленьких детей по направлению терапевта, уролога, педиатра приходят на ультразвуковое обследование. Все это бесплатно для всех больных. Врачи настаивают, обследоваться нужно два раза в год. Но многие ли прислушиваются? Такова ментальность. Наш человек больше заботится о животном, чем о собственном здоровье. Есть, конечно, определенные трудности в работе, потому что в условиях поезда мы не можем вести и использовать более мощное диагностическое оборудование. Есть технические минусы, так как используются аппараты неэкспертного класса. Мы проводим обследование, но для более точных, тщательных результатов все же приходится направлять пациентов в клинические центры. Врач специализируется преимущественно на новообразованиях молочной железы. Третий день как присоединился к коллективу поезда здоровья. Говорит, успевает принимать по 15-20 человек в день. Население здесь разное, и многие даже понятия не имеют, что есть такая специальность, что есть такие виды обследования, что нужно проходить это обследование раз в полгода. Бывают женщины за 50 лет, которые даже ни разу не делали ни УЗИ, ни маммографии. За три дня работы онколога у двух сельчанок, к сожалению, обнаружили новообразование. Обе они уже получили направление в онкологический диспансер. В сельской местности по сравнению с городом люди менее ответственно относятся к своему здоровью. Поэтому одна из наших целей – помочь людям в деревне понять, как важно следить за своим самочувствием и своевременно проходить обследование. Субтитры создавал DimaTorzok